Ребята, всем привет! Больше семи дней меня не было на канале, я не выпускала видосы, влоги и всё такое, и, наверное, я отходила от недели влогов, не знаю. Но на самом деле за это время я успела много всего сделать, много всего произошло в моей жизни за эту неделю, поэтому сегодня мне хотелось бы с вами поделиться, рассказать, что со мной было. Но, конечно же, дома сидеть я не могу, потому что дел много! Начнём с того, почему так ярко. Начну я с того, что мне поставили нижние виниры, уже давно вы об этом знаете, но в своих видосах я ещё не показывала вам свои зубы, даже не знаю, как показать, но теперь они смыкаются. У меня такого ни разу в жизни не было, поэтому для меня это, конечно, благодать. В общем, какие сегодня дела? Пока мы с вами не виделись, я успела сняться в клипе, поставить виниры, сходить к Карине в гости несколько раз, разобраться дома два дня. Что ещё было интересно в моей жизни? Ну, на самом деле много работы, поэтому, в принципе, я действительно немножко замоталась, но я очень счастлива, потому что был период в моей жизни, когда с этим было немножко туговато, но сейчас всё намного лучше, прям очень даже хорошо. Поэтому лучше, когда много работы, и ты устаёшь, и не успеваешь что-то там, допустим, чем когда работы вообще нет. Я знаю, о чём говорю. Вот скотина. Итак, у меня расплелась моя косичка несчастная. Твою мать. Сейчас мы со Славой возьмём кое-что из коридора, я вам сейчас это покажу, отвезём к моей маме. Она даст нам вкуснейший бифстроганов, который она сегодня приготовила. Я её попросила, потому что я обожаю просто это блюдо, это моё любимое блюдо номер один, бифстроганов с гречкой. А потом мы со Славой поедем в торговый центр, потому что ему сегодня нужно сделать рекламную фотку с кинотеатром. А потом, возможно, мы сходим в кино, и потом, когда мы приедем домой, я буду вам показывать и рассказывать, что я дома навела, что я сделала, потому что то, что вы сейчас увидите, это жесть. Вот это всё я собрала за два дня. На самом деле, это было сложно сделать, потому что в нескольких пакетах вещи, в нескольких то, что было под кроватью, всякие подушки, одеяло, которыми мы не пользуемся. Это будет отлично смотреться на даче. Моя старая сумка. Короче, вещи, сейчас мы отвезём моей маме, чтобы там она посмотрела, что норм, что ей, может, что-то понравится, потому что просто я уже не ношу эти вещи, хотя, как обычно, там половина просто замечательных, хороших вещей. А вот это вот всё, вот это завтра поедет на дачу. Собачка моя смешная. Да, мой маленький, ты моя девочка смешная. Покажи зубики, покажи зубики. Слава такой говорит, зая, я Ходжиколь. А он же меня очень сильно торопил. Всем привет. Да, привет, дайчик. Короче, у Славы закончилась неделя влогов. Наконец-то, значит, что я могу взять камеру в руку. Переходите на мой канал, посмотрите мою неделю влогов, там все дела, подпишитесь на меня, короче, тоже. Я очень хочу, чтобы он продолжал стараться так же, больше вдохновлялся, а для вдохновения всегда нужна отдача... Мотивация. Нет, не мотивация, а просто отдача подписчиков, внимание, активность. Это всегда большую роль играет, и для меня тоже всегда это самое главное. Мотивация. Да. Мы за кофе. Я точно возьму тот, который надо. Смотрите, вот такой вот у меня есть, мне Карина такой дарила на Новый год прошлый. А есть еще такой белый, какой красивый, вообще. Слава постоянно берет мой вот этот, потому что у него нет такого красивого, я думаю, было бы прикольно. А, вот такой еще у Карины есть золотистый, тоже классный. Мне, в принципе, у меня нравится золотистый, может быть, мне тоже такой взять? Хм, ладно, подумаю. Сегодня у меня грязная башка, поэтому у меня прическа Лары Крофт. На неделе влогов своей я взяла себе Лардо Макеата, и это было красиво, потому что он был не сладкий, не такой, каким я его ожидала прочувствовать. Я была очень расстроена, и я вспомнила, что я брала карамель Макеата раньше. Поэтому сегодня я не допустила такой шлифт, я заказала карамель Макеата. Юля хотела интерграмму карамель Макеата. Можешь спросить, что вы снимаете? Да просто на YouTube влоге записывали. Да? Да, типа, здорово. Как выглядели? А, как выглядели? Влога, смотри. На самом деле много всего интересного произошло за эту неделю, что мы с вами не общались, и я мало выходила в Instagram. У нас были фотосессии, съемки. Меня пригласили сняться в клипе у мальчика, который пока неизвестен, не популярен. Его мало кто знает, очень мало кто знает. Наверное, даже если я вам скажу, вы не в курсе, кто это. И думаю, что этот мальчик станет, ну, много кому неизвестным. Вот. Но на самом деле история такая. Больше недели назад я сидела и такая, что-то думала о чем-то, или просто дома убиралась, ходила, я не помню. Просто сама в себе была. И такая загадала, блин, вот бы кто-нибудь меня позвал в клипе сняться. Потому что я давно не снималась ни у кого в клипе, и все такое. А я же это часто раньше делала. Ну, типа, я обязательно раз в год точно у кого-то в клипе снимаюсь. Не знаю, почему мне это доставляет удовольствие, кайф. Мне это интересно всегда. Вот. И буквально через 3-4 дня мне пишут, типа, Юль, привет, приглашаем тебя. Вот, были бы очень рады, если бы ты приняла участие в съемках туда-сюда. Сразу хочу сказать, что за многие съемки в клипах мне платили деньги. Ну, потому что это считается как съемки, как работа, конечно же, которая занимает не пару часов, а как бы много времени. Бывало даже там сутки и дольше, на 2 дня бывало растягивалось. Поэтому обычно за такое платят деньги. Но мне сказали, что, типа, тут как бы без денег, но, типа, за творчество, за идею. Мне понравилась песня, но самым главным фактором сыграло то, что я загадала это, подумала об этом. Вот, вы меня позвали, и меня позвали, поэтому я согласилась. А вот еще мы сходили в кино на фильм Ангела Чарли. Его, кстати, все засрали. Все журналы, все СМИ, короче. Они вообще не собрали и провалились в прокате, что, я считаю, логично. Почему? Потому что никто не хочет и правда смотреть на движухи женщин, ну, как бы, в боевике. Ну, глупость какая-то. В боевике. Нет, это не глупость. А почему же есть тогда, типа, женщина-кошка, Марвел, вот это вот самое? Ну и что? Они что, собрали что-то там колоссальное? Нет? Нет, ну, в смысле нет. То есть на женщин в Марвел хотят смотреть в боевиках. Это комиксы. Ну и что? Ну, короче, я не согласна. Мне понравилось. Ну, типа, ты сравниваешь франшизу с комиксами. А ты что сравниваешь боевики? Да, боевик с Ангелой Чарли, которые, во-первых, как минимум провалились по съемкам. Просто неудачно сняли эту, ну, эту часть. Я ждал очень крутого продолжения Ангелы Чарли из нулевых, когда вышла эта серия фильмов. Ты хотел, чтобы это было продолжение? Ну, чтобы это было как минимум не хуже, а получилось, ну, так себе, как обычно, боевичок в стиле феминизма. Что и чем он должен людей цеплять? Кроме как изображение, там, Лизбух и прочего вот этого. В смысле изображение Лизбуха? Ну, в смысле, в смысле. У нас абсолютно разные мнения на тот счет. Я так не считаю. Мне, на самом деле, фильм понравился. Но это, типа, такая история, что посмотреть один раз, возможно, даже дома. Но мне было прикольно смотреть это в кино, кушать попкорн при этом, начис. Фильм для меня прошел достаточно спокойно, нормально. У меня не было такого типа, когда же закончится, хочу домой. Вот и сторис выставляй. Что ты на меня так смотришь? Полная фигня, короче. Фильм реально на один разок, на один разок. Но по факту, ну, он такой, типа, среднечковый и проходящий. Поэтому он нифига я не собрал. Ты никогда не слушаешь мнения, когда пишут, что фильм говно, ты тоже идешь и смотришь. А потом уже говоришь, говно или не говно. Да, но я посмотрел, и я хотел сказать свое мнение. Я сказал его. Ты сказал, молодец, это твое мнение. Спасибо. Я просто говорю, что я не согласна с твоим мнением. Я уже твое мнение, но у меня другое мнение. У меня все еще нет желания ставить елку, но у меня есть желание сходить по Леру Амерлен. Я маме записала такое сообщение, что я уже не могу так жить, мне нужно поменять обои и все такое. Дело в том, что мне самой сложно с этим разобраться. Мне хочется, чтобы просто приехала моя мамочка, привезла рабочих, и они все сделали. Потому что я, конечно, взрослая, но в душе, я еще ребенок, и я не хочу решать такие проблемы. Через час вот сеанс будет. Я не хочу в кино, Зай. Борт против Феррари? Нет, Зай, не хочу в кино. А что, мы возьмем попкорн и против Феррари? Да, мы здесь поздно не возьмем. У нас здесь трогано по машине, в сухне, Зай. Нам холодно. Сейчас, дача, снимай. Написали рекламу? Ну что, дать кому? Ты бы забрал, если бы тебе кто-то попкорн дал. Но я ведь правда этот попкорн даже не трогал, понимаешь? Ну, в смысле, он нормально... Короче, он его купил, типа, для рекламной фотки. Говорит, типа, может, кому-то отдать? Ну, поставь. Ну, а кому ты отдаешь? Кто возьмет у тебя попкорн? Я бы не стала брать. Он стоит 360 рублей. Да ты гонишь. Я думаю, он 250. Нет, то есть, ну, как бы, люди просто экономят деньги, че. Мне кажется, на тебя будут смотреть как на дурака. Возьмите, еще попроси за... Ну, слушай, да, наверное. Ну, не знаю, иди и в руках внеси и ешь. Ешь. Попкорн. А че отдавать? Потратил деньги? Я не хочу попкорн есть сейчас. У меня чай... Чай с попкорном. Блин, вкуснее. Давай не будем отдавать. Все равно никто не заберет. Вот в чем суд, понимаете? Завтра пресс-день Майкл Корс, на который мы поедем. Будем смотреть новинки, одежды, сумок, обуви и все такое. Возможно, какие-то подарочки подарят. А потом мы поедем на... Да помолчили! Потом мы поедем на презентацию альбома Клавы Кокер. Очень-очень жду, потому что есть две песни, которые мне нравятся из ее альбома. Я так понимаю, что половина тоже туда входит. И которая мне по-моему очень классная. Мне нравится. И так, я все-таки думаю, какие же обои я хочу в гостиную. Мне понравились вот эти, потому что они как шпаклевка какая-то. Серые. Я все-таки пока думаю по поводу серых. Несмотря на то, что в предпочтении у меня стоят белые. Еще мне понравились вот эти. Но они темные. Мне все-таки хочется максимально что-то светлое и однотонное. Без всякой фигни. Короче, это сложно. Так, я это снимаю еще и для себя, потому что мне безумно понравились вот эти обои. Просто офигенные. Вы посмотрите. Они не однотонные, я согласна, но вау. Сначала я увидела вот эти и такая вау. А потом я вот эти увидела и вообще вау. Просто вот эти штучки типа золотые. Это просто нереально красиво. Блин, если красиво еще все оформить дома, в гостиной, поменять диван, всякие свечечки, подсвечники сделать, это вообще бомба будет. Так, давайте запомним артикул. Чтобы я потом сюда пришла и не была дурочкой. Пошли дальше глазеть. Короче, много всего. Глаза разбегаются, как обычно, с ума схожу. Белые сейчас посмотрим. У меня с белыми все понятней. Вау, ле. Слышь, зайди сюда. Я хочу вот такое зеркало. Ну, вот такое, но побольше. Вот типа золотое. И вот типа над... Это куда? Как будто бы над кроватью повесить. Я видела такое в дизайнерских решениях. Зеркало над кроватью, серьезно? Над диваном в гостиной. Я видела такое дизайнерское решение. Надо это запомнить. Боже мой. Вот реально с теми обоями, которые золотистым. Вот такую хреновину повесить на диван. Ну, мне не нравится, что здесь вот так. Мне больше вот такое нравится, как солнышко. Вот. Я просто хотела, чтобы оно было побольше. Но хотя бы иногда это выглядит прикольно. Смотря в каком интерьере, но... Вот это прикольно. Ну, типа да, прикольно. Но мне кажется, это тоже так быстро надоедает. На такое мы точно не решимся. Вот это прикольно. Всё. А мне вот это нравится. Славя, вот это нравится. А мне вот это. У тебя вкусный нет? Ну и иди в жопу. У тебя глаз не заточен. А вот это тебе не нравится? Типа дорога куда-то. В стенку. А ведь кто-то реально может пойти. А вот это с розами? Нет, слишком наляпсито. Ну, короче, не знаю. Ладно, пойдём. Ну, фотообои это интересно. Бибочки было бы весело засыпать. Так, вот у нас в Лера Мерлен белые обои. Они все идут чисто белые. С разной текстурой. И они идут под покраску. И это кайф. Я так и хочу. Хочу самый обычный. Просто максимально обычный. Без всяких тупых рисунков. То есть вот всё это белые обои, которые просто покрасили. Смотри. А. Типа заржавевшая фигня старинная. Мне не нравится. Но проблема в том, что мне нужны максимально простые. Без всякой вонючей текстуры. Ладно, пойдём сюда. Тут под старинку обои. Люблю просто глазюкать. Глазякать. Вау. А, мы тут и были. Или нет? Это другие. Ааа. Вообще. Гляньте. Не знаю. Но это чёрные. Они более чёрные. Тебе не стыдно? Я иду с ним. Как будто я в кино. Но только я в жизни с попкорном хожу. И за всем наблюдаю. Точно. Ничего себе. Классные обои. А, знаете, чё я хочу? Вот это прям мечта. Мне нужен огроменный плед. Без волосаток. Без вот этого. Потому что у нас дома есть такие? А, это плед. И он наверняка опять маленького размера. Мне не устраивает. Мне нужен большой прям. Большой без волосаток. Это что? Шторы с пледом висят. Почему они вместе висят? Короче, хочу плед. Где, блин, плед большой взять? Мне кажется, только на заказ такие. Вещи, потому что я вообще не вижу такого. Ой, я обожаю ходить по магазинам, где всё для дома. Кстати, ну наконец-то мы дошли до этой фигни. Нам нужно новую штору купить в ванную. Так, шторы. Какие возьмём? Как всегда, белые? Смотри. Можно с йориками. Я буду такая, типа, не как кошатница старая, там, типа, с кучей кошек. Я буду собачницей. У меня будет много йориков, и везде всё с йориками. Нам нужны эти. Пошли вон там светлые. Кстати, может быть, в туалетную в ванную, типа, брать не белые коврики, а вот такого цвета, какого-то более тёмные. Я таких больших не вижу. Просто надоело, блин, то, что у них ворсинки всякие попадают в белый ковёр. И некрасиво получается. О, нам нужны самые обычные. Я хочу вот эти. Да, я хочу их. А они нам подойдут? Да, они вообще прекрасные. Сейчас заплачу. Хоть бы они нам подошли. Они подойдут? Я не вижу. Почему что-то за кнопочки там? Я не понимаю. Но я её очень хочу. Я хочу сделать всё, чтобы быть с ней. Вот она. Она же? Нет. Блин. Где она? Место 12. 12-е место надо искать. 9, 11, 12. Вот она, моя милая, красивая шторинка. Всё отлично. Всё отлично. Стой, стой. Я такая счастливая. Может, и маме такую взять? Ей наверняка понравится. Бери. Спрошу у неё. Итак, в итоге вот что мы взяли. Два больших контейнера. Вот эту хреновину. Вот эта для жидкого мыла. Помара, да? Да. Нет, она не сломалась. Просто выдернулась. Всё, супер. Комплект из трёх контейнеров. Ну и, собственно говоря, всё. Контейнеры я поставлю под кровать, заполню их вещами. Всё такое. Потому что там такая красота. Скоро будет. Будь здоров. Правду говорить. Я. Короче, я два дня подряд дома убираюсь, навожу порядок. Собирала кучу вещей. Завтра мама должна поехать на дачу. Она подъедет к моему дому утром. И мы погрузим в её багажник кучу других сумок, которые остались в доме. И она всё это увезёт на дачу. Я безумно счастлива. И я просто не понимаю, почему я раньше этого не сделала. Потому что всё, что я собрала, то, что лежало под кроватью, это такой хлам. Я понимаю, что я могла бы вещи по сезонам раскладывать под кроватью. Например, когда зима, летние вещи под кровать засунуть. Вместо того, чтобы на дачу всё это возить туда-обратно. Потому что иногда зимой даже летние вещи мне могут пригодиться. Потому что вот сейчас зимой в декабре я полечу в Дубай, и как бы летние вещи мне пригодятся. И теперь под кроватью у нас будут тоже вещи в контейнерах. Что поделать? Короче, много всего хочется реально освободить квартиру. От всего того, чем я не пользуюсь, что мне не нужно. Увезти на дачу, потому что есть такие вещи, которые мне дома в Москве не нужны. Но выкидывать я их не могу и не хочу, потому что они для меня дороги, например. В общем, на башке кошмар. Сегодня приведу себя в порядок, помоюсь. Губы обветрились, как обычно. Чуть в последнее время сильно сохнуть. Вот. Так что сейчас доедем до дома и покажу вам, что там дома за дичь мы навели. И заодно повесим новую штору в ванную. Мяу-мяу. Мяу-мяу, моя собачка. Так, вот мы и дома. И что я хочу сделать первым делом? Это повесить шторинку в ванную. И посмотреть, как она офигенно будет выглядеть. Если она будет выглядеть плохо, я с ума сойду. И так, вот наша ванная. Вот шторинка. Посмотрите, какая она белая. И посмотрите, какая она желтая внизу. Волнуюсь так. Я уже меняла шторы здесь. Это, по-моему, вторая или третья. Я люблю, когда их часто меняют. И вообще, я думаю, что такие вещи нужно часто менять в доме. Потому что они и портятся, пачкаются. Не могу сказать, что там какие-то бактерии. Хотя, наверняка, тоже есть. Поэтому задумывайтесь о таких мелочах, вещах. Важный момент. Так что сейчас поменяем. Для начала нам нужно снять эту хреновину. Делать это не сложно. Поэтому я уже все сняла. Так, по размеру наверняка они одинаковые. Плюс-минус. Поэтому сейчас мы снимаем. Вот эту хреновину раскручиваем. Фигак. Теперь мы посадим эти штучки. Так. А, первых ногами. Ну как вам? Мне кажется, вообще классно. Интересно, она такая же по длине? Она немного прозрачная, но мне пофиг. Это же главное, чтобы вода не лилась. Так, сажаем. Я, знаете, о чем думаю все-таки по поводу ремонта? Я увидела картинку, сейчас вам ее прикреплю, посмотрите. Очень красиво. Тут, конечно, светлый пол, но мне очень нравится интерьер гостиной. И я даже подумала, что, в принципе, можно было бы здесь оставить серые обои. Только, понятно, свежие, новые, другие. И в будущем поменять диван. Потому что этот очень большой, и мы хотим его вообще поставить на дачу, когда доделаем. Потому что у нас на даче камин просто нереально крутой стоит уже. Там осталось начать какую-то внутреннюю отделку сделать. Но сейчас мы уже заканчиваем баню строить на даче. Потом мы сделаем небольшой перерыв. И продолжим заниматься домом. Там уже осталось такое, знаете, самое глобальное. Там уже все выполнено. Но в любом случае. И вот как раз на том этапе, когда можно будет в дом поставить какую-то мебель, а это будет достаточно скоро, я туда сбагрую очень много своей мебели. Суть в том, что мебель дома хорошая стоит. Реально хорошая. И там не дешевая, качественная, реально классная, не испорченная. Но просто хочется ее поменять, освежить. Потому что все-таки, знаете, вдохновение туда-сюда. И возможно здесь реально шторы поменять и сделать их светлыми. Освежить тоже комнату тем самым. Возможно увеличится пространство. Ну и на самом деле я бы хотела здесь поменять стенку. Вот эту, потому что она мне немножко не устраивает в плане функциональности какой-то своей. Потому что, например, вот эта вот часть для сервиза, или как это называется, где у меня стоят всякие бокалы, она мне по факту дома не нужна. То есть это такая история, типа, как бы нафиг мне не надо. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас давайте повесим шторинку эту. И посмотрим, как она будет выглядеть. Я думаю, что очень круто. Поставить эту хрень сложнее, чем ее снять. Но мы с вами справимся. Так, стоп. Не той стороной. Главное вовремя это заметить. Что по длине у нас? Ну, она, конечно, длинная. Просто нужно ее хорошенько одинаково поставить, чтобы она на одном расстоянии была. Чтобы она не скатывалась. И не упала, если че. Ой, вроде... Вроде да. Длине нормально. На полу здесь она не лежит. Вроде бы все. Вообще, мне она! Или нет? Так, я думаю, что она такая немножко, типа, мятая кривая. Но это пройдет со временем, когда мы ее помочим несколько раз. И она выпрямится от пары и все такое. Потому что она была сложена, понятное дело. Но, по-моему, класс. Как вам? Или нет? Я не понимаю. Ну, короче, да. Надо там горячей воды полить, чтобы оно все расправилось. И тогда будет вообще отлично. По-моему, офигенно просто. Не знаю. Мне нравится. Она выглядит такой худенькой. У нас такая какая-то она объемная, что ли, была. Мне просто так нравится вот эта вот штучка золотая. Прям очень красиво. Как вам? Ну, короче, просто люблю. Иногда какие-то моменты интерьера менять. По-моему, это прикольно. И нужно иногда это делать, чтобы у вас появлялось вдохновение. А вот это все то, что завтра мама повезет на дачу. Тут старые покрывала. Полотенца старые, чисто уже для дачи. Плезики какие-то, старое постельное белье, подушки. Тоже покрывала старые. Еще из квартиры, когда я вот с родителями жила из моей комнаты. Вивочка тут. Любознательная собачка. Мамин, солнышко. Покажи морду, покажи морду. Бустика. Короче, я не знаю почему, но в последнее время я прям чувствую нужду в том, чтобы что-то поменять дома. Не просто что-то. Мне безумно хочется реально сделать тут ремонт. Потому что я здесь живу уже 5 лет. И есть два фактора, которые просто убивают меня. Когда я здесь делалась ремонт, мне было что-то типа около 17. Возможно вообще 16. Ну, короче, около 17 лет. И честно говоря, тогда я училась в школе, и мне было абсолютно по барабану. Ну нет, ладно, 50% мне было реально пофиг. Половину того, что здесь как бы есть, выбирала моя мама. Я не говорю, что у нее плохой вкус. Наоборот, у нее отличный вкус. Но суть в том, что я сейчас уже, опять же таки, другая. Мы же меняемся с возрастом. У нас вкусы, мнения, все меняется. Это абсолютно нормально и логично. Когда я хотела здесь сделать фиолетовые обои, я думала, блин, будет ярко, сочно для видосов. Бомба! Сейчас я понимаю, что они надоели. И, возможно, даже белые обои мне будут надоедать через какое-то время. Но белые обои, они белые. К ним на стену приклеишь фотографию какую-то уже по-другому выглядит. Вот это я безумно хочу снять. Оно мне надоело. Но если я это сниму, там останется желтый вонючий клей. И в этом пока нет смысла. Вот это хочу поменять. Здесь вообще этого не должно быть. Это два типа мини-столика, которые стоят друг на друге. Ну типа мы их вообще не для этого покупали. Но так уж вышло, что пришлось мне придумать вот такое решение. И здесь тоже всякие штучки, которые просто некуда класть. Там много косметики, много прибамбасов, всякой фигни. Мой стол, который я тоже хочу другой. Я хочу, чтобы был узкий стол без вот этой фигни. И какое-нибудь большое квадратное зеркало с фонариками. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. То, что популярно, то, что модно, то, что делают. Давайте вернемся к Мухе. Она все еще там. Прошло уже много дней, недели уже. Мне кажется, что уже, наверное, месяца полтора прошло. Но все еще там. Это странно. Меня это уже пугает, напрягает, я бы даже так сказала. Но что поделать. Сейчас мне надо поменять постельное белье. И как раз мы залезем с вами под кровать и посмотрим, как там обстоят дела. Тут полная жесть. Я такое ненавижу. Поэтому я безумно надеюсь, что контейнеры, которые мы купили, подойдут сюда по размеру. Ну, мне сейчас главное понять, что оно сюда входит. Да, я думаю, поместится. Короче, нужно просто организовать пространство так, чтобы мне не приходилось долго искать вещи. Чтобы я могла сразу открыть и понять, что у меня здесь за вещи лежат. По-моему, нормально. Ах, надо было больше таких контейнеров взять. Но ничего, зато я знаю, что они теперь подходят. Тут лежат какие-то вещи. Тоже, кстати, зимние. И чем мне нравятся прозрачные контейнеры, тем, что я сразу смогу понять, что здесь примерно такое лежит. Конечно, в них немного чего поместится. Но, по крайней мере, будет нормально. Если вы думаете, почему у меня здесь все вещи вот так вот лежат без пакетов. Они все были в пакетах, разложены. Но, так как у меня не очень-то много дома осталось пакетов больших, пришлось делать вот так. Так, сюда уже не помещается. Единственная проблема этих контейнеров, что сверху-то они непрозрачные. Ну ладно. Так, здесь, кстати, у меня джинсы всякие. Было бы неплохо и тут разобраться. Тут, типа, все такое, что я сейчас не ношу. О, нашла трусы от платья. Отлично. Я как раз думала, что их потеряла. Вот в этой юбке я была на последнем звонке. Зачем она мне, как вы думаете? Все-таки мне мало контейнеров. Но на самом деле, становится лучше. И это получается, что вот эти вообще контейнеры, вот эти, стояли там. Нет. Да-да, вон там. Вон там стояли. Сказать честно, столько у меня всего ненужного. Вот этот весь пакет можно выкинуть. Могу сказать, что так мне стало приятней, потому что я немножко понимаю хотя бы, как обстоят дела. Потому что раньше у меня все вещи вот в таких пакетах валялись. Рассказываю. Здесь у меня раньше лежали полотенца для душа, все такое. Там постельное белье. Сейчас я это оттуда убрала, потому что я понимаю, что ну просто катастрофически мало места для вещей. Тем более зимних. Зимние вещи намного больше по размеру. В итоге там у нас вещи, тут вещи. То есть, получается, вот эти, которые чаще всего мы носим, там уже такие. Не самые частные, то что носим. И здесь джинсы, штаны. Я психанула тут на днях и сняла картину такого зеленого цвета, которая здесь была. Потому что, типа, тут розовое, тут зеленое. И что-то меня бесило. И плюс ко всему, вот здесь была штучка, которую мы не могли перекрыть. Поэтому убрала это. Лучше, да? Ну, не сильно лучше, конечно. Это не совсем то, что я хотела сделать. Но, по крайней мере, получше. Тут на полочках тоже кое-что поменяла. По мелочи. Но это стоит просто потому, что я понтуюсь. Но на самом деле в этой коробке очки. Мэй. Ну и просто она, типа, красивая коробка. Но на самом деле она ничего не красивая. Просто из-за бренда. Поэтому, ну, я подумала, пусть стоит тут. А здесь вот рисуночек любимый мой. Тут коробка. Тут тоже какие-то очки. Еще что-то. Ну и вот здесь вот так вот. Тоже, в общем, такие дела. Конечно, в идеале мне бы хотелось вообще, чтобы моя кнопка висела где-то. Прикольно над моим рабочим местом. Но вот это хреновина с летними купальниками и всякой фигней. Можно ее вообще сюда шмякнуть. Тупость лежит, распластается. Нормас. Майкл Корс. Так, это коробка как раз таки от платья блестящего. В принципе, я могла бы его туда же убрать. Но у меня здесь ботинки лежат. Кстати, вот эти. Так хочу их поносить. Но когда и куда? Нормас. Так что тут теперь тоже свободно. В принципе, тоже для двух контейнеров. Но вы думаете, что я фанат контейнеров? Нет. Я фанат свободного пространства. Хотя, судя по тому, сколько у меня контейнеров в доме, можно подумать, что я фанат контейнеров. В общем, ладно. Такие вы милашки. Ивочка, минут 15 к папе скреблась об дверь. Папа, пусти меня. Что там делает мой папочка? Она качает головой под твоей треки? Когда, пап, возьми больше баса здесь. Добавь сюда сердце золото. Где перкусси, где перкусси, мой маленький? Давайте откроем бутылку вина и пожарим курочку. Не хочу. Блин, зачем жарить курицу, если бы в троганов ешь? Дедуля. Ты счастлив, что у нас собачка есть? Конечно. Ты же раньше кошатником был. Был, пока не появилась Ива. Ты что, ты понял, когда Ива появилась? Что собаки рулят. Да? Почему? И она умная. А кошки? Кошки так себе. Почему? Ну, не, они тоже умные, но они по-своему какие-то умные. Они... Ну, это для других, наверное, людей. Кошки. Я так счастлива, что... Не, я тоже люблю кошек маминых чутка. Ты их так раньше любил. Раньше любил сильнее, на самом деле. Появилась собака, я понял, что кошки для меня отошли на задний план. Я всегда любила просто котят. Котята офигенные. А потом, когда они вырастают в злых, жирных котов, которые ходят, тебе провода жрут, такие, типа, им пофиг на тебя. Мне всегда важно было, чтобы мой любимый питомец со мной, ну, как бы, общался. Я вот ничего не хочу сказать плохого про кошатников. Вот у меня мама такая, я не могу ее никак переубедить, что собаки круче кошек. Мое субъективное мнение, что ты кошатник до поры до времени, пока у тебя не появится собака. Это я по себе сужу. Не знаю, я всегда любила собачек. Мне всегда казалось, что они все-таки другие. И, знаешь, люди делятся на два типа, это так и есть, кошатники и собачники. Потому что в этом проявляется не только то, что они любят кошек, а другие собак, а именно их отношения к жизни и их потребности в каком-то общении с животным, например. Ну, то есть, кошки, они все-таки такие, типа, знаешь, им как бы на тебя пофиг до поры до времени, потом они могут прийти и лечь с тобой. А собаки, они без тебя не могут. И, ну, есть много других каких-то моментов, но я просто поэтому сужу, что для меня важно, чтобы собачка жить без меня не могла, потому что я тоже жить без нее не могу. А еще самое смешное, что... В чем еще большая разница между кошками и собаками, что когда мы уходим из дома, собаки очень переживают и думают, что мы ушли навсегда, поэтому так сильно радуются, когда мы приходим домой. А кошки думают, что мы, дебилы, стоим просто за дверью все это время. Угу. Вот такой у нас любовный треугольник. Вы мне сегодня даже лакомство не дали. Он оплачет. Угу. Ну все, отстаньте от меня, говорит. Не мешайте спать собачкам. В общем, я сажусь доделывать этот влог. И надеюсь, что вам было со мной сегодня интересно. Надеюсь, что вы скучали. Обязательно пишите в комментариях, что думаете, как у вас дела. Задавайте вопросы, потому что завтра я тоже буду снимать влог. Так что вот, ладно, спасибо большое, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я его активно веду, выставляю классные фоточки. Спасибо всем еще раз. Всем пока.